Здравствуйте, друзья! В эфире первый весенний выпуск видеодайджеста IT-портала GESIT.com. В нём мы собрали последние холодные новости февраля, а также самые свежие слухи первых дней марта. Борьба с уязвимостями Spectre и Meltdown продолжается. На днях появилась обновлённая версия отчёта компании Intel, которая принесла хорошие новости для обладателей процессоров Haswell и Broadwell. Микрокоды для этих линеек уже готовы, протестированы и отправлены партнёрам для интеграции в прошивки и обновления. Теперь на очереди более старые поколения процессоров Eevee Bridge и Sandy Bridge, разработка патчей для которых пока находится на стадии бета-тестирования. В базе данных FutureMark 3DMark был замечен новый топовый процессор AMD Ryzen 7 2700X. Его 8 ядер и 16 потоков работают в диапазоне от 3,7 до 4,1 ГГц, что на 300 МГц выше, чем у модели 1700X. Уровень TDP пока не сообщается, но ожидается, что он не превысит 95 Вт. Тестирование процессора проводилось на плате Ezra X370 Taichi, что подтверждает преемственность платформы Socket AM4. В скором времени нас ожидает дебют нового мобильного процессора Intel Core i7-8750H. На днях он был замечен в базе данных Geekbench в составе ноутбуков HP Pavilion. Новинка имеет 6 ядер и 12 потоков и способна работать на максимальной частоте 4,1 ГГц. Её объём кэш-памяти достигает 9 МБ, а тепловой пакет не превышает 45 Вт. Если сравнивать результаты новинки с предшественником Core i7-7700HQ, то в однопоточном режиме мы получаем 20% перевес, а в многопоточном – более 50%. Авторитетная компания John Paddy Research поделилась любопытными данными о положении дел на рынке графических процессоров. Так, за весь 2017 год рост поставок наблюдался лишь в сегменте дискретных видеокарт на 9,7%. В то же время позиции интегрированной и мобильной графики упали на 8,3 и 7%. Лидерство по результатам четвёртого квартала удерживает компания Intel с показателем 67%. Далее следует Nvidia с 18% и компания AMD с 14%. Если же оценивать только сегмент дискретной графики, то стараниями майнеров, которые приобрели более 3 миллионов единиц, позиции красного лагеря улучшились с 27 до 34%. В свою очередь доля Nvidia сократилась с 73 до 66%. Причём из-за роста цен лучше всего раскупались модели от 90 до 150 долларов. Общая же доля дискретных видеокарт в четвёртом квартале составила 4,4 миллиарда долларов, из которых на майнинг пришлось около 780 миллионов, или 17,6%. Компания Cooler Master представила два процессорных кулера. Первый является универсальным решением, которое можно использовать в паре с платформами AMD или Intel. Второй же нацелен исключительно на охлаждение процессоров Ryzen Threadripper. Оба используют Tower Design на базе двухсекционного алюминиевого радиатора и шести тепловых трубок. А за охлаждение отвечает пара 120-мм вертушек с подсветкой. Последнюю можно регулировать с помощью контроллера или программных средств. Состоялся анонс обновлённой СВО EVGA CLC120 для процессоров Intel. Её переделанный водоблок лишился LED-подсветки, но взамен приобрёл увеличенную площадь рассеивания и более мощную помпу. Также возросла толщина алюминиевого радиатора, а 120-мм вентилятор получил более дешёвый подшипник скольжения. Всё это позволило снизить стоимость новинки с 90 до 60 долларов. Компания Deepcool анонсировала интересный вентилятор. Он выделяется двухслойным дизайном лопастей, алюминиевой рамкой крепления и встроенной RGB-подсветкой. А в его основе находится надёжный гидроподшипник. В продаже будет доступен комплект из трёх вертушек и контроллера, который поддерживает управление с iOS или Android-смартфона. Цена такого набора равна 110 долларам. Согласно отчёту компании TrendForce, ситуация на рынке NAND памяти начинает стабилизироваться. Дело в том, что на протяжении четвёртого квартала 2017 года планомерно наращивалось производство чипов 3D NAND для выпуска новых смартфонов. Поэтому повышение цен в этом сегменте произошло лишь для микросхем EMMC и UFS. В свою очередь, производители ПК показали более слабый спрос, что позволило нарастить запасы чипов на складах. Как результат, в первом квартале 2018 года уже наблюдается небольшой рост предложения над спросом. Это приведёт к уменьшению выручки производителей микросхем NAND Flash, что подтолкнёт их к снижению цен для оживления торговли. К счастью, они также смогли снизить производственные затраты, поэтому такое положение дел не особо ударит по их финансовым результатам. Зато это позволит снизить цены на SSD-накопители для массового рынка. Компания Western Digital представила две новые серии высокоскоростных SSD-накопителей. Обе построены на базе микросхем 3D NAND и обладают поддержкой спецификации NVMe. Первая серия доступна только в формате M.2, объёмом 256, 512 ГБ и 1 ТБ с интерфейсом PCI-E. При этом её скоростные показатели зависят от ёмкости и достигают 3400 МБ в секунду. В свою очередь, вторая линейка может похвастать поддержкой технологии NCache 3.0 и большим разнообразием форматов. К сожалению, ценники новинок пока не сообщаются. 1 марта стартовали продажи белоснежного корпуса Cooler Master Master Case H500P Mesh White. Взамен 160 евро вам предлагается стильная модель из стали, пластика и стекла, в которой поместится плата с 7 слотами расширения, кулер высотой 190 мм и видеокарта на 412 мм. Кстати, последнюю можно устанавливать в вертикальном положении в два дополнительных слота. А для охлаждения компонентов предусмотрено 6 посадочных мест, три из которых заняты 200 и 140 мм вертушками. Состоялся релиз игрового корпуса Cougar Panzer G. Он выполнен в народном формате Middle Tower и выделяется изящным дизайном с применением закалённого стекла. Внутри него можно установить плату с 7 слотами расширения, 8 вентиляторов, 6 накопителей и видеокарту длиной 425 мм. В свою очередь высота процессорного кулера не должна превышать 160 мм. Цена корпуса составляет 120 долларов. Компания LG представила профессиональный 37-дюймовый монитор с соотношением сторон 24 к 10. В его основе находится 10-битная IPS-панель с частотой развертки 75 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync. Дополнительно новинка предлагает пару встроенных 10-ваттных динамиков и достойный набор внешних интерфейсов. В продажу монитор поступит с ориентировочным ценником 1500 долларов. Компания Lenovo стала первым производителем лэптопов, который добавил поддержку голосовых помощников Cortana и Alexa. Речь идет о ноутбуке-трансформере Lenovo Yoga 730 с сенсорным 4К-экраном, процессором от Intel и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050. Также он оснащен динамиками GBL, портом USB Type-C и неплохим аккумулятором. Цена на новинку стартует с отметки в 880 долларов. В рамках выставки МВЦ состоялась презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. В первую очередь новинки выделяются переработанными камерами и изменяемой апертурой. При ночных съемках она составляет f1.5, а днем – f2.4. Также обе модели получили топовую начинку. Для рынка США и Китая это Qualcomm Snapdragon 845, а для остального мира – Samsung Exynos 9810. В продажу смартфоны поступят в четырех цветовых вариантах корпуса по цене от 720 и 840 долларов. У компании LG достойного ответа на девятки пока нет, поэтому она просто представила обновленную версию своего флагмана – LG V30S. Новинка с приставкой Sync-U получила увеличенный объем оперативной и постоянной памяти, а также поддержку некоторых функций искусственного интеллекта. Последний позволяет более эффективно распознавать объекты в кадре, подбирать оптимальный режим съемки и обрабатывать более сложные голосовые команды. Компания MSI представила две клавиатуры из игровой линейки Vigor. База новинок изготовлена из анодированного алюминия, а в их основе прячутся немецкие переключатели Cherry MX Red или RGB Silver. Первая модель имеет полноформатный дизайн с подладонной подставкой, сквозным USB-портом и мультимедийными клавишами. А вторая является компактным решением, которое понравится любителям LAN-вечеринок или киберспортсменам. В продажу новинки поступят уже в марте. Ну что ж, новостной блог, как и зима, остались позади. Отметим это событие лайком и тёплым комментарием. Но не спешите переключаться, впереди нас ждёт ещё свежая подборка очень интересных обзоров. В понедельник мы опубликовали отчёт о тестировании материнской платы ASUS TAV X299 Mark II. В первую очередь она понравится ценителям надёжности, поскольку обладает улучшенной элементной базой и расширенной пятилетней гарантией. В остальном перед нами классическое решение на X299 чипсете, обладающее современным оснащением и отличными функциональными возможностями. На следующий день пришла очередь обзору корпуса Vingo Hydra RGB. В первую очередь он создан для того, чтобы привлекать внимание окружающих. Об этом говорит и обилие смотровых окон, и потрясающая LED-подсветка. Вдобавок корпус оснащён удобным двухсекционным дизайном, что позволит создать не только стильный, но и производительный ПК с габаритными комплектующими. В среду мы познакомили читателей с возможностями универсального монитора от компании AOC. Геймерам он предоставляет 35-дюймовую MVA-панель и 200-герцовую развертку для чёткого изображения динамичных сцен. В то же время киноманам понравится соотношение сторон 21 к 9, качественная картинка и пара 5-ваттных динамиков. Но для любителей фоторетуши предусмотрен откалиброванный профиль OFF с высокой точностью передачи оттенков и большим охватом палитры Adobe RGB. На следующий день был представлен отчёт о тестировании медиаплеера Vingo 0.22. Переплата в 20 долларов по сравнению с моделью Vingo 0.12 обеспечивает пользователя рядом неплохих преимуществ. Речь идёт об увеличенном объёме ОЗУ и встроенной памяти, внешней антенне для более уверенного приёма сигнала Wi-Fi, а также дистанционным пультом с QWERTY клавиатурой и эмуляцией мыши. В пятницу мы опубликовали обзор материнской платы ROG Strix Z370H Gaming. Потратив на её покупку около 220 долларов, вы получите отличное решение с оригинальным дизайном для сборки игровой системы с парой видеокарт. Также устройство порадует вас наличием флагманского звука, сетевым контроллером от Intel, усиленных слотов PCI-Express 3.0 и практически всех современных интерфейсов. И наконец в субботу мы решили вернуться к теме сравнения SSD против жёсткого диска. Только на этот раз для этих целей была выбрана более доступная конфигурация. Внимание, спойлер, мы и сами не ожидали получить настолько впечатляющие результаты, поэтому приготовьтесь удивиться и вы. Ну а на этом всё друзья, такие новости и обзоры были представлены у нас на сайте на прошедшей неделе. Подписывайтесь и до следующего выпуска. Подписывайтесь и до следующего выпуска.